Девушки отдыхают Как надо сегодня? Где турка моя? А, вот она. Или это не турка? Что это? Я не могу поверить, что ты перепутал мой дом с туркой. Еще скажи, что ты – это я. А знаешь, Джин, я всегда знал, что ты где-то рядом. Иначе откуда у меня такое прекрасное шоу? Я рад за тебя, друг мой. Отпусти меня в лампу обратно по-братски. Подожди, а как же классика? Классика? Ну, типа там три желания, все дела. Понимаешь? Гурам, посмотри на свою жизнь. Можно подумать, я и так без выходных на тебя работаю. Можно я на этот раз отделаюсь советом? Но очень ценным. Ценный совет? Именно! Ты уже наверняка слышал о дебетовой карте Тинькофф Блэк про кэшбэк рублями до 30%, ежемесячный доход на остаток до 6% годовых и крутой дизайн. Если ты тоже ею пользуешься, из хорошей новости, ты можешь стать одним из победителей в розыгрыше с призовым фондом 200 миллионов рублей. Что для этого нужно сделать? Все очень просто. Порекомендуйте другу Тинькофф Блэк, отправив ему индивидуальную ссылку приглашения до 20 декабря. Сгенерировать ее можно по ссылке в описании или в приложении банка. За каждого приведенного друга, который начнет пользоваться картой Тинькофф Блэк, вы уже гарантированно получите 1000 рублей. А друг? Бесплатное обслуживание карты навсегда! Каждый приведенный вами друг увеличивает ваш шанс на выигрыш. Приглашайте больше друзей, увеличивайте свои шансы выиграть отдельный денежный приз. А после приглашения хотя бы одного друга оформить Тинькофф Блэк в период акции, вы автоматически получаете шансы выиграть денежный приз за всех приглашенных вами в этом году друзей, оформивших Тинькофф Блэк. Если у вас до сих пор нет карты Тинькофф Блэк, вы также можете оформить ее по ссылке в описании, приглашать друзей и участвовать в розыгрыше. Подожди, Джин, а сколько у меня есть времени? Розыгрыши денежных призов проходят каждую неделю. Приглашать друзей можно до 20 декабря. А главные призы будут разыграны в прямом эфире 25 декабря. Поэтому поторопитесь! Сегодня мы идем в гости к Карену Адамьяну. Это кто? Привет, Карен! Это кто? Привет, привет, Брэн. Привет, Расул. И ты здесь? Я здесь. Ты у него в гостях, что ли? Это не спрашивай. Все, вы знаете, что сейчас будет происходить. Дай, пожалуйста, ключи от своей хаты Карен. Ключи, ключи. Да, ты даешь мне ключи от своей квартиры. Так, давай. Лучший клуб в мире. Рома, держи. Локомотив. Вот. Сейчас! Вы даете мне ключи, садитесь в машину и смотрите в прямом эфире, как я двигаюсь по твоей хате. Ой, брат, убывь не снимай. Чего хорошего, так и сделаю. Спасибо, брат. Да нет. Я смотрел что-то до этого, ну, в выпуске. Ну, конечно, часто был пиздец. Блин, но я, честно говоря, никогда бы не согласился, чтобы ко мне... Серьезно? Да. Да, я вообще в шоке, как ты отпустил этих коварных людей. Да я подумал, это же прям супер такая готовность на самоиронию, в общем, понимаешь? Это да, но... Даже прям в душу залезть. Он же зачем? Он снимает это, потом с домушником показывает. Ну что, он, наверное, уже зашел, будем смотреть, да, тогда? Давай. Давай, глянем, посмотрим. Ну что, Карен уже в машине, а это получается, что мы в квартире у Карена Адамьяна, посмотрите, как здесь светло. Я как будто в раю. Я и сам чуть-чуть, да, безгрешный. Вот у нас тут так прикольно. Тут еще и смотрите, сразу крест. Все понятно, да? Карен работает на Мачтова. Как бы, да, остается только Богу молиться, чтобы в любую секунду не уволили. Все правильно. Осмотримся в его квартире. Очень светло, очень приятно здесь. Смотрите, какие молдинги строители старались. Тут, там, вот так, здесь, блядь, порисовал. Домофон. Наша любимая рубрика «Домофон». Давайте посмотрим, звоним один. О, начало песни какой-то. Так, Герам, твой отец бы гордился тобой. Твои музыкальные способности. Домофона с этого, с этого домофона. Никому не дозвониться, прости, Карен, домофон полное дерьмо. Вот так на эту, на этот дуршлаг прям наклеим дерьмо. Торчит провод полное дерьмо. Это что такое? Провод раньше вообще торчал прям очень сильно. Вот почему он не работает. Вот так подсоединим. Теперь все нормально. Давайте посмотрим. Какие какие провода подсоединяют? У входа зеркала, да, чтобы сразу на себя посмотрел. О, я Карен, а там мяун. Это правда? Ты так думаешь? Это любое его интервью. Зеркало у входа, бриллиант. Конечно же. Зеркало. Бриллиант. Тапки. Господи, что это за тапки? Карен, по-братски. Ты их из пупка собрал своего? Посмотри на это. Тапки полное дерьмо. Реально, тапки не... Тапки невероятное дерьмо. Размер, размер удобный? Как они? О, хорошие, нет. Честно, удобно вот так скользить можно по дому. Урод. Тапки дерьмо. Шкаф белый, светлый, приколдесный, приятный шкаф. Давайте посмотрим, что у нас в нем. Зачем шкаф? Там все для собаки. Смотрите. О, гей. Не гей. Очки приколдесные. Это бриллиант. Кстати, не мои очки. Бриллианты. А, нет, мои, мои. Что у нас тут есть в шкафу? Значит, это единственный пресс, который есть тут как на момент. Пропуск на стадион. И в этот же день у Сергея Рамоса кроссовки спиздили. Это что? Это что у нас? Тут пока ничего нету. Пока вообще у них ничего. Пустой шкаф был. Не знаю. Это мой друг. Что это такое? Кишечник говяжий. Нахуй тебе кишечник говяжий? Карель, у тебя своего нету кишечника, а ты говяжий покупаешь. Это к собаке кишечника? Он попробует. И воняет даже через вакуум. Бля, попробуй, пожалуйста. Это к собаке к пиву, да? Это отвратительно. Попробуй. Вонь. Какие-то маленькие весы, Карель. А что отсюда нюхают? Какой нюхают? Это взвешивать еду собаки. Какие-то, бля, криковые шутки про Карена Адамяна. Хотите шутки про Карена Адамяна? Я не знаю, что это. Карен завел себе корги, поэтому теперь на фразу «Эй, жопа шерстяная» откликается не только он. Бля, круто, я просто сейчас шутки буду. В моем шоу чужие шутки, а эфир мой, бля, мне похуй. Карен очень успешный армянин, поэтому фразу «Я подъехал, спускайтесь вниз», он говорит только своему парню. Хуйня шутки. Вот ты это согласен, хуйня. Арабские приколы. Это чемпионат мира, Катар. Ну это, можно я весь выпуск буду вот так снимать? Вот так как-то сейчас вот так. И прикинь, я ебать как идеально умею завязывать. Охуею, просто пиздец, как вот так сейчас в моменте. Да, конечно. Прикинь, по сути, эта штука только ждала своего часа, когда Гурам придет сюда и говорит, не так. Смотри, как он круто ее сделал сразу. Александр Макуин, нихуя себе, это бриллиант. Конечно. Молодец, молодец. Ну хоть оценил, что это. Карен вот так себя чуть-чуть вот так берет, вот так придушивает, вот этим вот так цепляет и жестко дрочит кому-то. Как кому-то, собаке тогда аж, ну. Бриллиант. Дубленка. О, нихуя себе, ох, хватит дубленка у тебя. Тебя кто ебет, Карен? Урод, какой ты урод. Нихуя себе, нихуя себе. Нихуя себе. Вот ЧБД, да? Вот, как они стрельнули? Вот я во всем, от Карена Дарьяна. Полностью образ, да, вот мой лук. В смысле клуб не пускаете? Какой причине? Какой причине я клуб иду? Один в один у меня была. Я гражданин России. Я гражданин России. Пустите меня в клубы. Дайте мне тюлька. По-братски, соткай меня вот так. Бля, Карен, 50 вопросов в охуительное шоу, если честно. Я в нем участвовал лет 10 назад, прикинь. Когда просто Яндекс.Такси вызвал, и меня таксист заебал. Ладно, на самом деле очень жарко. У тебя еще дубленка воняет теперь. Какие-то бездатые кроссовки. Он что-то рассказывал мне про них. Здесь что-то, какой-то теннисный матч, что-то, что-то. И я увидел в прямом эфире и купил. Молодец. Хуйня. Полная хуйня. Собачка у него. Смотрите, вот. Так, на самом деле, пустые миски, это очень плохо. Собаки должны кушать. Даже собаки должны кушать. Я так считаю. Надо наполнить миску. Я там на кухне ему оставил специальное. Сколько надо покормить собаку? Что? Нельзя столько давать собаке. Обязательно водицку. Водицку, водицку надо. Собака. Пусть собака. Пусть собака пить. Пусть собака пить. Молодец. Чуть-чуть пить надо. Собака пить. Ага. Все, собака пить. А мы пойдем в гостиную. Позаботились о животных. Пойдем продолжим съемку. Мы в гостиной. В гостиную коронадомяна. Во всю стену. Зеркальный шкаф. Это очень круто. На самом деле, все понимают. Это очень прикольно. Когда ты привел кого-то домой. И вот ты взял все зеркало. И ты на диване смотришь, как ты дрочишь. Очень круто. Зеркало разъеб. Это бриллиант. Это, конечно же, бриллиант. Откроем шкаф. Посмотрим, что там. Давай. Не туда. Не туда. Я долбовек. Извините. Так, ничего интересного. Какие-то одежки. Все вельвет. Все велюр. Вот такие штанишки я купил. Я Карен Адамян. Вот, например, первые из 50 вопросов. Нахуй такое носить. Штаны полное дерьмо. Бля, вельвет это... Штаны. Тренд. Я согласен. Вельвет это тренд. Дерьмо. Что-то футбольное, что воняет. Да у тебя какой размер, блядь? XXS? Что это такое? Это старое вообще. Моего племянника одежды. Зачем ты это взял? Что это у нас? Котон. Полностью. 100% из котов. Из кота. Котон? Я английский очень хорошо знаю. Значит, смотрите. Футболка, да? Вот так. Карен. Спартак. Рома. Футбольный клуб Оренбург. Конечно. А ты просто за всех болеешь. Кто-то точно выиграет. Как будто продажная жопа какая-то. Это вот так. Это свитер. Это плед. Что это? Нихуя себе. Про то, что это ковер. Давай, давай. Это вот. Это блузка. Что это такое? Нахуй ты это носишь? Это какое-то полное дерьмо. Куда слово блузка ты вообще накопал? Несправедливо. Кто-то пиздит из Сапсана. Мы посмотрим, что у него вот тут. Ой, блядь, вот это моя любимая. Я Карен Адамьян, я киска. Мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу. Карен, как бы ты не скрывал, что за своими прическами, очками, за вот это я журналист, вот это все. Все все равно понимают, Карен, что в драке ты царапаешься. Это полное дерьмо. Не согласен. Не согласен. Это что у нас? Не-е-е. Он не объективный, реально. Рубашки, джинсы. Вот эта джинсовка очень в моде сейчас. Очень в моде такие. Я своим деду купил. В шкафу неинтересно, Карен, извини. Честно. Вот сушилка, сушилка, потому что Карен, он здесь сушит свою мокрую киску. Молодец, Гурам. Не считаю, что ты гей, брат. Просто факты. Диван большой, просторненький, да? Удобный, мягкий, хороший диван. Мне нравится потолок. Ага. Удобный диван. Это бриллиант, честно. Клянусь матерью, очень удобно. Бриллиант. На самом деле приятная квартира, светлая, прикольная. Реально. Я вот уже вот сколько здесь нахожусь, да? Вот смотрите, сколько времени я уже тут. Вот сколько бы, да, не находился. 19 тысяч долларов. Это приятная квартира здесь, честно говоря. Я бы еще, наверное, столько же здесь побыл бы. Это вот тетя посылку сказала, отправить надо. Это вот сыр. Сыр, там, чанах сыр надо тете. Одна тетя, другой тетя переслала. Через Карен надо отправить. Это точно бриллиант. Мой любимый солененький охуительный сыр. Тетинь сыр. Молодец. Вообще водичку заказывают. Наши тети ввели вечно. Это джойстик, брат? Это вот так играть надо? Это джойстик? Это джойстик, в фифу играть. Представляете? Неудобно. Нахуй барабаны, как в фифу играть барабанами? А, это руль. Я в караоке, певец. Дорогие друзья, мы хотим поздравить нашего брата с его до нее в рождение. 40 минут вот этой херней занимался, не понял, как барабаны включать. Поэтому вот так теперь. Давай, брат. Это не музыка, это полное дерьмо. Помнишь, королек, печка, певчая, фильм? Там вот такая была. Вот так. Синтезатор говно. Кассио, это часы. Ты что, долбаек? Это часы. Это часы критик. Ну, на самом деле, нахуй нам Кассио? Вот часы, брат. Все, идем дальше. Нормально. Что у нас здесь? Вот эта штучка для собачки, когда она болеет, вот так ей на голову цепляет, вот так она ходит, чтобы нигде не замазалась. Собачка не должна болеть, поэтому это дерьмо. Пусть всегда наш Микки будет здоровый. Кепка Матч ТВ. А что под ней? Кепка Матч ТВ. Очень оригинально, это точно бриллиант. Спасибо за футбольные обзоры, мои хорошие. Очень люблю. Ты что, возвращать собрался? Зачем ты все эти кепки? Кто эти кепки на кепке оставляет? Ага. А, это Танос. Нихуя себе. Круто. Это молодец. Ютуб Макарена 100 тысяч. Это, бля, молодец. Красава. Уже полмиллиона почти. Подписывайтесь. Макарена молодец. Макароны, да, вы там варите на вашем канале. Какие-то рисунки детские, да? Маша. Золотой граммофон. Что это? Самый сексуальный голос. Карен Адамьян. Это же точно мужик подарил, по-братски. Это бриллиант, Карен Джан. Молодец. Дай бог, чтобы эти горловые, вот эти голосовые связки никогда тебя не подводили. Хорошей карьеры тебе на Матч ТВ. Карен, у меня к тебе 50 вопросов теперь. Звучит как офигенно. Что это такое? Сделаем мужа миллионером? Это откуда? Это подстава, народ. Я думал, ты и так сразу богатому даешь. Бля, или... Бля, может это бизнес-план? Ты вот так с телками знакомишься. И такой, вот, почитай, пожалуйста. Я других вариантов не нашел, как миллионером стать. Может, ты меня сделаешь? О! Вот, вот, вот! Вы понимаете, что это? Это настоящий дневник Хача. Вот он, бля. А вы говорите, Амиран. Адамян, Карен, Арменыч. Оренбург, 10-й А. Мамин, Сибиряк, он. Бля, это дневник из какого-то 7-го класса. Так, так, что это? Вот, смотрите, все заполнено, кроме понедельника. Спросите, почему? А я вам скажу. У меня так же было. Понедельник в школу не ходил. В этот день рынок не работает. Мы с отцом за товаром едем. на садовод в Москву. Понедельник. Да, но вам-то он угадал? Да нет, конечно. Два по алгебре. Он, на самом деле, назвал 50 вопросов, чтобы училки доказать. Я цифры до 50 знаю. Бля, как мне плохо стало. Вот это все вижу. Бля, школу опять пизды дадут. Ага. Русский 4, литература 4. А, нет, давайте сразу. Как это возможно? Как? Бля, какой разъеб. А, нет, извините. Это 4-й. Все? Все, что? Балкон, балкон. Давайте глянем на балкон быстренько, пацаны. Аккуратно. Это что, бля? Это помойка. Это помойка, блядь. Это что такое? Хочешь, дай камеру, я покажу. Это просто пиздец. Ну, это помойка, пацаны. Это вот просто весь мусор вот так просто. Я, если что, советую все туда. Если что-то с собой в карманных, это... Вот у меня, кстати, пустая пачка сигарет была. Тоже, блядь, нахуй туда ее. Это парус? Что это? Это доска для серфа, да? Я правильно понимаю? Что, Карен у нас серфит? По волнам Ютуба, так сказать. Да, если вы понимаете. Красиво, красиво. Краси-го! Тебя наебали, это гладильная доска просто. За 54 тысячи рублей. А это что ты здесь хранишь? Что это? Что это? До этого там маленькие весы были. Я не знаю. Так, ну это гладилка. О, собачка. Это надо гладить. Мой брат. Отличная доска. Я ни разу не пойду с этой доской еще, на самом деле. Конечно, не зря свой хлеб ест эта доска. Она себя стоит. Уже вот так, да? Ёп-твою-а. Ты что, моросишь, что ли? Охренеть, что он? Погладил, так намного лучше. Вот, всегда вот. Я прям, по-моему, просто плюнул на футболку мою. Чуть-чуть намочили. Когда в жизни мне не будет зла дома мою. Даже просто в гости я ее не позову. Тормози, брат, тормози, пожалуйста. Мой брат, твоя одежда, твоя футболка, это твоя визитная карточка. Так нельзя к нему относиться. Свежесть белья заслуга моя. Да, действительно, доска, бриллиант. В целом, не доебаться. Приятно, удобный диван, телик напротив, PlayStation, кайфы. Ничего себе. Молодец. Это бриллиант. И самое главное, самое главное, Каренчик, ты в первую очередь спортивный журналист. Поэтому у нас для тебя есть сюрприз. Пацаны, разбираем форму. Охренеть. Че? Нормально. Нормально. Если че, все эти чуваки изначально не были в моей квартире. Ахренеть, че они делают? Прикинь. Эй, 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 очко, блядь. Блядь, телик, пожалуйста. Мое, мое очко, мое. Карен, очень спортивная, очень спортивная гостиная. Похожа на футбольный стадион. Нам очень нравится. Ты большой молодец. А ну подождите, мальчики. Мальчики, мальчики, дайте мячик. Стойте, стойте. Этот легендарный мяч дарим тебе в подарок. Легендарный, потому что в нем играли Адамьян. Адамьян, Адамьян, Адамьян. И Адамьян. Спасибо, брат. Мы идем дальше. Вот такая ванная. Давайте посмотрим. Кран в говне. Сразу дерьмо. Открываем. Вода жидкая. Вода жидкая. Все классное. Полотенце сушит. Отвратительно. И что это такое? Я как будто никогда не стирал. Это дерьмо. Это дерьмо. Извините меня. Сушит мой похожий стал на человека. Слабенькое, да? Полотенце. Сильно слабое. Это для рук. Я даже чувствую текстуру его, которая не вытирает, а размазывает воду. Вот такое полотенце. Это у нас Дайсон. Бля, ну круто. Дайсон это бриллиант. Девчонки. Как он такое? Дайсон. Дайсон это бриллиант. Вот это зеркало, это единственное место, где Карен Адамьян видит себя настоящим. Где он такой, ай, бля, я Карен Адамьян, ем, ем, ем. Потом умывается вот эту всю хуйню, льет себе на голову. И после этого он становится вот этим типом, который, а чувак, рил, серьезный чувак, бля, я не могу вот поверить. Блин, очень похоже делает. Пойду спрошу хуйню людей. Дерьмо, он, Мираместин, молодец, следит за здоровьем. Кого бы ты сюда ни водил, всегда вот это полностью умывайся. Это бриллиант. Молодец, красавчик. Это вот это бриллиант. Ванная, честно сказать, полнейшее говницо. Дерьмо, мойся не дома. Ванная дерьмо. Обсудим почему. Ну давай, давай. Все, что нужно, там есть. Душ, раковина, полотенце. Че еще нужно? Зеркало большое. Ну я откуда знаю, он пришел в твою квартиру, как себя ведет, как я не знаю кто, блин, плюется на твою одежду, там что-то. Ну я одежду пленал некрасиво, да. Ну ладно, это мы и сделаем выводы. Проходим на кухню. Карена Адамьяна. Вот такая, на самом деле, приятненькая кухня. Такая современненькая, стильненькая, да. У нас тут вот такой стол, раковина в столе, там в стене нихуя круто. Мне нравится. Здесь Карен, кстати, сказал, давайте покажем, ребят. Вот смотрите. Вот это раз. Это он сказал, что это сделал его отец. И стол. Карен. Очень круто. Это точно бриллиант. По хану большой респект. Давайте вот на этот стол. Всем отцам респект. Отцы лучшие. Очень много GoPro. Зачем тебе столько GoPro? А, это он в машине, да? 50 вопросов. Тях, бля, тях, бля. Как бы я не хотел быть телкой, которая к нему домой приехала. Просто он такой, я не снимаю. Просто, просто разденься. Просто танцуй чуть-чуть. Я не снимаю. Все хорошо. Привет. Это шторы. Это же за. Такой материал уебищный, если честно, неприятный. Который, знаешь, после которого током бьешь всех. Гриль на подокон... Возможно, у Карена здесь шаурминная. Отсюда летающие хачи приходят. Он вот так вот им выдает. Да-да, две скурите, готово. Сейчас, вот эта хуйня. Блин, круто. Это бриллиант. Молодец. Работать надо. Журналисты-то хуйня не работают, я считаю. Поэтому молодец. Это бриллиант. Мужчина должен приносить деньги домой. Здесь приготовил, здесь разогрел, здесь выдал. Бля, охуительно. Карен, горжусь тобой. Это диван, где можно спать в позе эмбриона. Только вот так. Вот так. Нам все раздвигается. Бля, удобно, кстати. И диван здесь. И любимая женщина. Вот так можно. Типа у меня женщина. И вот так спит Карен. Блин, найди бабу себе, Карен Джан. Хватит с мужиками уже это баловаться. Это бриллиант. Чах, бля. Пледик все охуительно, удобно. Это, наверное, тоже пахана. Плед, кстати, Юра Мехкова. Все нравится. Барный стул. Спасибо за подарок. Оцениваем барный стул. Он на колесах. Удобный. Приколдесный. Хуйня. Криво. Он вперед уходит. Нет, так можно пиздонуться. Это дерьмо. Стул, дерьмо. Объясни. Полное дерьмо. Мотивация, аргументация. Олень. Нет аргументации. Печеньки. Коровка. Коровка. Коровка, это я люблю. Коровка, это вкусно. Это телятина? Телятина, да? Очень вкусно. Молодая сижая. Окусная. Телятина не очень люблю. Зря сладкую сделали. Просто стейк нужно было. Впервые в жизни вижу в такой коробке не нитки. Это бриллиант. Очень вкусная корова была. О, записка. Записка. Гуран Джан. Наверное, Карен писал. Гуран Джан. В 15.00 дай Мику эту порцию еды. Мику, это твой парень Мику? Бля, собаку надо было покормить. Просто время 6. Она в охуях, наверное, да? Я уже покормил Карен Джан. Она очень сытая. Посмотри, какая сытая. Спит, по-моему. Она, по-моему, спит. Ужас. Какой ужас. Дорогой Карен. Хорошо. Мандаринчик. Так же пушат мандарины? Я всегда мандарин, знаете, вот так открываю, чтобы не отдельными, а вот так, это вот так, рулонным. Вот так делаю полностью. И вот смотрите, вот так круто, да? Потом это ем, это выбрасываем. Не, мандарин не вкусный. Обратно завернем. Так целый. Ебать, это мечта моей матери. Автомат, который делает долму. Ты заправляешь туда лист, мясо, и все, готово. А, прикинь! Блин, как круто. Он сам делает долму. Золото. Видите, кто-то косяки крутит, а Карен келятину. Вот это мужчина. Это бриллиант стопроцентный. Понятно, почему он не женится? Нахуй надо, если... Это же единственная функция жены, и она уже выполняется автоматически. У него в спальне сейчас найдем такой же автомат, который делает дырочку, и уже никто не нужен тебе. Турка! Прикиньте, вот это... Вот я знал, хочу и думаю, свою не брать. Я знаю целиком его утро, потому что у меня один в один такое же. Проснулся, умылся, зубки почистил, кофе сварил, кофе вот так выпил, подрочил, лег спать, через два часа проснулся, поехал по делам. Откуда он знает? Холодильник, нихуя себе! Блядь, ищешь. Есть приправы и вот всякие ко всему, любые соусы, но еды нет. Но если что, если еда будет в доме, мы вот этим всем зальем, вот этим, вот этим, вот этим, и вот этим всем зальем, будет вкусно, просто еду надо купить. Холодильник дерьмо, честно говоря, просто дерьмо. Чах, бля! Микроволновочка, бриллиант. Бля, ну все, кухня обычная, обычная, стандартная женская кухня, ничего, да, ничего особенного. Это посудомоечная машина, ты там пакеты хранишь, блядь. Поэтому все в говне у тебя, посудомоечная. Пакет должен быть в пакетах, а посудомоечная машина в посудомоечных машинах, блядь. Дерьмо. Блин, точно, спасибо, блядь. Я не знал, реально. Я не знал. Карен, Карен, займись этим чем-то как-то, займись, найди себе женщину, которая убираться будет. Или клининг вызови. Клининг тоже, может, может, они тоже дают кто-то. Вообще, знаешь, женщины разные бывают. Можно на мачтове работать, можно на ютубе что-то делать. Это твоя жизнь, брат. Честно, бля, ну... Мне не понравилась кухня, Карен, извини. Хата приятная в целом, молодец. Но это и вот этот бабушкины двери, блядь. Это вот не может быть у холодильника, который делает мороз из ничего. Вот такой, это современный. У него не может быть вот такая дверь, как у моей бабушки. Чуть в гробу не сказал. Чуть в гробу не сказал. Почему у холодильника ручки со стразами? Это холодильник, блядь. Это холодильник. Это выглядит как гарнитур для вот этих. В спальне у молодоженов, которые родители на свадьбу подарили. Это от нас, родителей. Вам квартира с ремонтом? Ебитесь. Когда все у вас, чтобы дети много, чтобы вам семь сыновей было и дочка, это восемь раз ебитесь. Ебитесь. И вот это у тебя холодильник, блядь. Кухня дерьмо, прости, брат. Кухня дерьмо. Два раза на холодильник. Но мы понимаем, мы понимаем, да, что сейчас будет происходить, конечно же. Как мы сделаем эту кухню бриллиантовой? Давай, кофейку. Ебаним. Это у тебя дома, да? Прикинь, оказывается. Это Лебо классик. Лебо голлд, блядь. Я только Лебо пью. Лебо самый лучший кофе в мире. Очень сильно пусто, честно говоря. Блин, вот этот свет, вот такой я ненавижу, если честно, нет. Он не светло, не темно, а как-то уебанский. Так там можно несколько раз включить и разный свет. Полное дерьмо. Это инсталляция очка Карена Адамяна, да, потому что на телевидение просто так не попадает. Поверьте мне, на ТНТ я работаю. У меня один в один. Только свет яркий, не такой тусклый. У меня охуительно светится. Комод. Так, у нас тут... Это что за хуйня? Это типа, чтобы спать, но вот это зачем? Вы это видите? Легкая прохлада, понял? Хладильник. Что в глаза, конечно, ладно. Потом прохлада. Приятная кистица. Другой стороной, чувак. О, ебать, как приятно. Даже так и было. Он так сдавливает глаза. Только другой стороной. Поверни. Давление, я в охуях. Ой, вот так холодно. А, и здесь жену. Сюда вот так, и она спит, просыпается. Ни следа. Это глиня. Никогда не поднимайте руки на женщин без повода. Умная колонка. Казалось бы, умная колонка. Мы осуждаем это. Я скунс. Ну, мы по кухне видели Каренджану. Тут не здесь, не секунды. Лошадиная сила. Это... Это вместо Виагры он пьет. Это лошадиная сила. Я буду тебе как кон ебать, бля. Да, лошадиная сила он допьет, чтобы просто быстрее бежать. Так, а что у нас здесь? Похоже на мини-бар в отеле. О, ебать. Это что такое? Какая ужасная дверь. Это наоборот ты положил. А, бля, реально, это вот, бля, низ. Подожди, ты что, дурак? Это шкаф, блядь, вот такой. Вот. Смотри. Прикиньте звуки. Ага. Вот так, Гурам. Так, именно так. А потом будут говорить, пришел, бардак навел. Ага, хотя бы правильно поставил. Не скрывается что-то, да, кажется? Детский сад, блядь. Шторки, подоконники. Брат, на дюроксе нету денег? Если что, 60 здесь. 60 сантиметров у тебя, хуй. Почти как, ну. Четыре грани совершенства. Годовая программа возвращения женственности. Читай мою боль страницу. Карен, чё это, брат? Что это? Смотри, я хрен не откуда эти книги. Главное, не слишком умрешившись своими переживаниями. А водные знаки? О, иди нахуй сразу. Водные знаки, это гороскоп, это до свидания. Карен, не верь в эту хуйню. Я тебе говорю, как лев. Ладно, давайте будем честны. Приятненькая, симпатичненькая, уютная. Охренеть, Карен, погоди, я не знаю эти книги. Вот эти две книги. Наверное, подкинуло. Подкинул точно, подкинул. Книги подкидыши, знаешь, вот эти. Бриллиант. Естественно, естественно, красавочка. О, бриллиант, нормально. Итак, это была квартира Карена Адамьяна. И что я вам хочу сказать? Дерьма оказалось в этой квартире гораздо больше, чем бриллиантов. А это значит, что? Что мы прямо сейчас разыграем одну вещь из дома Карена Адамьяна. Какую же? Конечно же, вот эту футболочку, где наш Каренчик и его Микки. Блин, просто забрал тебе футболку. Микки, по-моему, я ему не нравлюсь. Лучше просто. Вот он кайфует. Разыгрываем эту футболку. Правила очень простые. Карен в своих интервью задает людям 50 вопросов. Давайте придумаем, какой бы вопрос он задал своей собачке. Напишите самый смешной вопрос в комментариях. Мы его выберем и подарим вам футболку, где Карен и его собачка. Вот она собачка. Собачка не будет с вами. Будет футболка, где собачка и Карен. 50 вопросов. Напишите самый смешной вопрос от Карена собаки. Нет, от Карена пробел. Как он? От Карена собаки. Ну да, нормально. Пойдем к Карену. Он там в футболчике. Какой вопрос он задал бы своей собаке, да? А-а-а, да. Ну, прикольно. Блин, ну, я ждал худшего. Слушай, я ждал худшего. Ты реально? Я немножко напрягся, когда они стали в футбол играть там. Я думал, что-то разъебут. Но они играли очень... Надо сейчас зайти посмотреть, что это они. Слушай, ну, честно говоря, я не согласен, что квартира дерьмо. Нормальная квартира. У тебя такой даже не ту. Смотрите, честно сказать, я в гостиную практически не захожу. Вот чисто как гардероб использую. Я когда приезжал, тут думал, двухкомнатная. Я думал, ну, типа, больше места. Давай вот так. Вот ты по ванне. Ты был не согласен с ванной, да? Да, да. Что в ванной еще нужно? Душевая, все. Типа, можно, ну, допустим, есть... Ну, прикольно, когда джакузи. Есть. Но кто пользуется джакузи? Слушай, согласен. Только девчонки, наверное. Ну, вот полотенце нужно менять. Полотенце меняем, окей. Полотенце меняем. А по кухне что тебе вот как-то? По кухне, стол ему не понравился. Очень удобный. Я согласен. Стол, кстати, хороший. Мне нравится вот такой массивный. Но вот со стразами тоже странно. Со стразами согласен, да. Есть вопрос. Странный выбор. Да. Книги, книги, вот это, конечно... Это есть вопросы. Это подстава чистая. Ну, вы же понимаете, народ, да? Да. А 60 сантиметров, да, кстати. Ты поэтому 50 вопросов назвал, типа... Чтобы чуть меньше. Блин, ну классный, классный. Ну, я ждал худшего, реально. Я думал, он разъебет, ну, жестко. И, кстати... А ты что думал, если сейчас он, типа, будет сильно твой квартиру там наешь песочить, ты сейчас вывезешь и сразу ему в ебальник дашь? Было такое. Спасибо, спасибо, Расул, брат, что... Поддержал тебя, что приехал, все дела бросил. Думаю, надо Каренчика одного, чтобы не оставлять. Да, это... Все, мы же друзья. Спасибо, друг. 50... Гурам, ты неблагодарный. Он, благодаря 50 вопросам, тебя звездой сделал. Ты пришел человеку и сказал, хата, дерьмо, разве так можно, что ты только поел? А что с воспитанием? Разве так нас учили? Гурам. Блин, классно. Не, классно. Не, я кайфанул. Я сильно смеялся. Я кайфанул. Книги это вообще... Как он... Это не мое. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. 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 Подкинули на него. Ха-ха-ха-ха. Было здорово. Спасибо большое. Не стесняйтесь, пускайте Гурама к себе в квартиру. Но... Но я бы никогда не пускал. Я очень жду выпуска у Гурама в хате. Блин, вот это будет классный выпуск, где Гурам сидит. Бля, надо всех людей, кто запустил его к себе в хату, понял? Позвать. Позвать, чтобы они все вместе разъебали его хату. Блин, как круто. Сто процентов. Это факт. Это должен быть такой dream team, который завалился к нему на вечеринку. Это надо делать. Это надо делать. Да. Гурам ради этого случая замок снимет. Это мое обычное жилище. Я обычно так всегда живу, братья, скромненько. Здесь у меня комната телок, там просто телка. Комната телок. Здесь у меня часи огромные. На стенах огромные роликсы висят, знаешь? Да. Кстати, Гурам купил роликса, и тут же у него жизнь пошла вверх, прикинь. Ты серьезно? Ты понимаешь, что это выглядит, как интеграция роликсов? Да. Ну роликсы, видите, самое. Когда два друга, как мы, сидят, разговаривают. Слушай, ты знаешь, я купил себе роликсы, и жизнь пошла. Там, по-моему, тебе не про роликсы было. Я знаю, что я, кстати, пользуюсь Old Spice'ом. Да, 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 да. Блин, классно, круто. Да, спасибо, ребята. Спасибо, Гурам. Спасибо тебе, что за все. Посмеялись, Гурам. Спасибо большое. Ну что, погнали. Погнали. Выходим. Погнали, друг. Карен. Прекрасная хата. Хорошая машина. Спасибо, Гурам. Как твоя хата почти размером. Круто, круто. Спасибо, что пустил. Расул, спасибо, что был гостем. Чем тебе кухня, чем стол на кухне не понравился тебе? Да неприятный. Очень удобный. Неприятный, неудобный, некрасивый. А, кстати, диван, который на кухне, он раздвигается, и там можно лежать не в хозьем брево. Там можно втроем лежать вот так, друг за другом. Да, да, да. Круто, реально. Блин, спасибо большое, что пустил хату. Тебе спасибо. Много дерьма, но в целом круто. Я поржал, все нормально. Все нормально. Да, я тебе точно знаю, что сделать? На какой-то юбилейный выпуск. Поддержите, кстати, в комментах. Все, кто были... Ага. У кого я был в гостях? Так, так, так. Все, у кого Гурам был в гостях, должны на юбилейный выпуск прийти к нему и снять выпуск у него в хате. 100%. Никогда в жизни такого не будет. Никогда. На юбилейный 11 выпуск. Все. Все. Давай, ладно. А мы с Кареном к нему на хату. Все, идите домой, обратно. Пока. Давай. Пока, Гурам. Аккуратней на дороге. До свидания. Книги подстава. Подстава. Отвечаю. Книги подставные, народ. Не верьте. Книги подставные.